Музыка Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работы образован в мае 2016 года. До этого был отдел Центр управления восстановления администрации города. Отделом проводится работа по координации деятельности всех служб предприятий, учреждений, организаций различных форм собственности города при выполнении мероприятий по восстановлению систем и объектов жизнеобеспечения населения, объектов здравоохранения, образования, социальной сферы и других по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера, аварий, происшествий, влекущих нарушения условий жизнедеятельности населения. В первую очередь это проведение заседаний городской комиссии по техногенно-экологической безопасности. Также отделом проводится работа по организации мероприятий по мобилизационной подготовке мобилизации, участие в осуществлении контроля за распределением и использованием резервов материальных ресурсов, в том числе поступивших по линии гуманитарной помощи, организация работа по восстановлению интеллектуального жилого фонда, пострадавшего в результате боевых действий в 2014 году. Наш город участвует в республиканской программе 2000 домов и 2000 плюс домов, это восстановление частных домов, разрушенных в результате боевых действий в 2014 году. Это города Красный Луч, Петровская, Меусинск и поселок Запорожье. И в программу включено, значит, по этим программам включено 207 домов. Администрацию города по этой программе уже получено 100% стройматериалов. Это получили мы и шифер, рубероид, стекло, штапик, катанка, профнастил, брус, доска, кирпич, песок, цемент, оцинкованная сталь, металлопластиковые окна, входные двери, гвозди шиферные, гвозди стекольные, гвозди строительные, дюбеля, пеномонтажные, силиконы. Значит, администрацию города проводится выдача стройматериалов домовладельцев городов Петровская, Меусинск, поселок Запорожье и города Красный Луч. Уже 155 жителей, которые дома пострадали в результате обстрела, получили 100% стройматериалов. Сейчас проводится нарезка стекла и раздача его жителям. Администрация города оказывается помощь социально незащищенным слоям населения по восстановлению индивидуальных жилых домов, поврежденных в результате боевых действий. Путем проведения работ временного характера с привлечением специалистов фонда социального страхования были проведены работы по восстановлению в 2016 году по 11 адресам. После заключения территориальным отделением фонда социального страхования на случай безработицы Баканской народной республики в городе Красный Луч с коммунальными предприятиями города договоров на организацию и проведение работ временного характера, поврежденных в результате боевых действий, будут работы по восстановлению продолжены. У нас еще по 10 адресам будут проводиться работы по восстановлению теплового контура жилья. Мы продолжаем работу по обследованию разрушенного жилья по заявлениям граждан, продолжаем формировать реестр стройматериалов на восстановление жилых домов, в том числе и по результатам повторного обследования. Так, на 1 апреля 2017 года еще у нас 117 домовладельцев, которые нуждаются в восстановлении своего жилья. Из них 28 было написано повторно заявлений. Мы постоянно проводим работу с гражданами по разъяснению порядка и организации восстановления индивидуального жилья. Администрация города обращается ко всем жителям города, которые участвуют в программе 2000-2000 плюс домов, о необходимости использовать по назначению стройматериалы и самостоятельно проводить работы по закрытию теплового контура своих домов, тем более уже способствуют этому погоду. При администрации города работает комиссия по вопросам техно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Так, в 2016 году уже было у нас проведено 10 заседаний комиссии, в первом квартале 2017 уже прошло 3 заседания. На комиссиях рассматривались следующие вопросы. Это о организации эвакуационных мероприятий на территорию города, о мероприятиях по безопасному пропуску весеннего паводка 2017 года, о предупреждении гибели людей на водных объектах в период купального сезона 2017 года, о неотложных мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности в летний пожароопасный период, о запрете сжигания травы, о неудовлетворительном состоянии экологической обстановки в городе, связанной с несвоевременным вывозом бытовых отходов. В состав нашего отдела входят также и администраторы отдела. Это всеми известная служба 05. Они в круглосуточном режиме осуществляют мониторинг ситуации на территории подведомственной администрации города Красной Ночь. И в случае необходимости оперативно информируют руководство города и доводят распоряжение временно исполняющего обязанности главы администрации соответствующим руководителям по ликвидации аварийных ситуаций. Также собирают, обобщают информацию о проведении аварийно-восстановительных работ, осуществляют взаимодействие со всеми диспетчерскими службами города. Так, в 2016 году администраторами отдела было принято от жителей города в телефонном режиме 2859 жалоб, из них 1947 жалоб по воде. В телефонном режиме были даны 13840 разъяснений или предоставленной информации. В 2017 году, то есть за три месяца этого года, принято от жителей города в телефонном режиме 1742 жалобы, и в телефонном режиме жителям были даны 1533 разъяснений и предоставленная информация, то есть номера телефонов аварийных служб города, телефоны экстренных служб города, разъяснения по аварийным и другим ситуациям, которые происходят в городе. В 2016 году администраторами было принято и отработано 129 телефонограмм по воде, 4 телефонограммы по электроэнергии. В этом году в первом квартале по воде 22 телефонограммы, по электроэнергии 2. Уважаемые жители города, напоминаю вам, что по всем вопросам жизнедеятельности города вы можете обращаться к администраторам от тела по телефону 2 00 29 2 31 50 0 95 208 24 01. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова